Йоу, друзья! Всем привет! С вами Икоча! И если вы помните, то в такой социальной сети, как ВКонтакте, у меня был диалог с Дарьей Дербановой. Пока что я не могу сказать, действительно ли это она или же нет. По голосу очень сложно это сказать. Возможно, это действительно была она, просто там она была в пьяном состоянии. И также кто-то из моих любимых подписчиков скинул мне номер ее отца Виктора Петровича Дербанова, вот того самого полицейского. Я ему позвонил и спросил по поводу того, как он воспитал свою дочь. Если бы, опять же, он спросил, откуда у меня такая информация про вот все эти оскорбления, то я бы привел пример в социальную сеть, и тогда бы уже, опять же, продолжился диалог, действительно ли это Даша или же нет. Но он просто поступил как настоящий мужчина, разумеется, в кавычках, взял и повесил трубку. И, знаете, я бы, наверное, хотел бы даже у него спросить по поводу дела Влада Бахова. Уверен, что исход был бы таким же. Он бы тоже повесил трубку или бы просто сказал, что все вопросы к следствию. Я думаю, если, знаете, просто у него спросить, Виктор Петрович, вы идиот? Он, наверное, тоже ответит, что все вопросы нужно задавать следствию. Ну и давайте я вам сейчас продемонстрирую данный диалог. Алло, здравствуйте, Виктор Петрович? Внимательно. Да, вы меня слышите? Нет. Не слышите. Ладно, смотрите, я только что разговаривал с вашей дочерью. И до этого я с ней тоже разговаривал. У меня просто такой вопрос. Как вы так воспитали свою дочь, что она постоянно всех оскорбляет? Ну, как вы поняли, он повесил трубку. И когда я ему потом несколько раз названивал, он просто сбрасывал мой номер телефона. И дальше, благодаря своим подписчикам, я нахожу номер Даши Дербановой и ее парня Андрея Сидурина. И теперь давайте же посмотрим, что же мне сказала Даша, как она стала разговаривать. Алло. Даша, да? Тебе, что удобно разговаривать? Нет, а кто это? Это Михаил, блогер. А куда вы звонили? Я звоню тебе сейчас. Кому? Да, что? Извините, так я не Даша. В смысле ты не Даша? Я же твой голос даже узнаю. Ну, так я не Даша. А кто это? Это Катя. Знаете, яблоко от яблони недалеко падает. Даша не отличилась от своего отца. Сказала, что это какая-то Катя Миронова, но я же по голосу даже понял, что это Даша. Она взяла и резко сбросила трубку и больше не поднимала мои звонки. Она сказала, что она какая-то Катя Миронова, но очень сильно боится поднять трубку. Как-то это уже очень подозрительно. И голоса прямо очень сильно похожи. Вот давайте я вам сейчас продемонстрирую видеоролик, где Россия-1 берет у нее интервью. Вы просто вот посмотрите, послушайте этот голос. Он сам кричал, что он хочет залезть на это шоу. Его там видно по видео, что его не отошли никто. Он разбился, да, разбился, да. Может быть видно, что он руку себе поцарапал. Но разве что это мы ему царапали вот так вот руку? Нет, он сам. А куда вы звонили? Я звоню тебе сейчас. Кому? Да, что? А кому звоните? Так я не Дашу. В смысле ты не Дашу? Я же твой голос даже узнаю. Так я не Дашу. И после того, как у меня не получилось пообщаться нормально с Дашей, я сразу же собираюсь позвонить ее парню, Андрею Сидурину, который тоже в тот момент присутствовал в этой самой компании. И тут я вас смотрю, бац, он мне уже первый написал. Понятное дело, Даша уже отправила ему мой номер телефона. А написал он мне, давайте я вам прочитаю. Так, блок свой в очко, Сунь. Я сразу же начинаю ему звонить. И прежде всего я хочу, чтобы он пояснил за эти оскорбления. Но он как настоящий мужчина, разумеется, в кавычках, начинает сбрасывать мои звонки. На что я ему отвечаю. Заметь, я тебя никак не оскорблял. Я лишь хочу поговорить. Кто тебе дал право меня просто так оскорблять? Клянусь, я тебя найду. Андрей, я сейчас уверен, что ты смотришь мой видеоролик. И заметь, что ни Жумаев, ни Советов, ни даже тот же самый Мюллер, который всем угрожал, меня никак не оскорбляли. Потому что они прекрасно понимали, что за все свои оскорбления нужно будет отвечать. Одно дело, когда девочки оскорбляют, потому что они девочки. А другое дело, когда пацан. Я тебя даже за мужика не считаю, поэтому буду говорить, что ты пацан. Оскорбляет. И ты прекрасно должен понимать, что за свои слова нужно отвечать. И я тебя сейчас призываю, после того, как ты посмотришь этот видеоролик, позвонить мне и объяснить, почему ты меня оскорбил. Это я тебя по-хорошему прошу. А по-плохому я просто приеду туда, в Демидов, и в любом случае смогу найти тебя. И я хочу, чтобы эти самые оскорбления ты мне сказал в лицо, глядя мне в глаза. Мне будет очень интересно, как ты будешь это говорить. Поверь, в любом случае я смогу тебя найти. И ты очень сильно пожалеешь за все свои оскорбления. Я хотел с тобой поговорить на серьезную тему о том, что пропал парень. И скорее всего, он не пропал. Его, скорее всего, убили. И сейчас ты заставляешь меня думать о том, что за его убийством стоите именно вы. Именно ваша троица. Ты, Даша и ее отец. Ведь вы себя так ведете. Ты даже меня оскорбляешь. Кто тебе дал право меня просто так оскорблять? Я тебя оскорблял? Нет, я хотел с тобой просто нормально по-человечески поговорить. И не дай бог я выясню, что за убийством Влада стоишь ты, Даша или ее отец. То я отвечаю. Вы за это пожалеете. Поэтому, Андрей, я жду от тебя звонка. Извините, что меня так немного бомбануло. Братья и сестры, ну а с вами был Кочи ТВ. И я даже немного удивился, но некоторые подписчики в комментариях писали, что они готовы даже задонатить, если я поеду в Демидов. Поэтому, если вы действительно готовы помочь, то ссылочку на донат я оставлю в описании. И всем тем, кто задонатит, я вам всем скажу спасибо на своем канале. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube вообще редко уведомляет вас о моих новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался YouTube. Всем спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...